Полуостров Таймыр Эти края могут служить домом, вполне уютной средой обитания. Когда-то эти снежные равнины бороздили стада мамонтов, здесь жили саблезубые тигры и пещерные медведи, все эти животные исчезли с лица земли. Однако сегодня, благодаря вмешательству человека, в Таймырской тундре можно встретить могучего представителя той мамонтовой фауны в поисках северного быка. Палеонтологические находки указывают, что северные быки, или овцебыки, вымерли на Таймыре около трех тысяч лет назад. Но они продолжали жить на американском континенте. И ученые решили в очередной раз поспорить с природой. В 1975 году в район реки Бекада из США и Канады были привезены 25 животных. Съемки 30-летней давности запечатлели первых переселенцев. На этих кадрах хорошо видно, что быки, чувствуя опасность, не спасаются бегством, а становятся в круг, снаружи которого мощные самцы. Телята прячутся внутрь, за их спиной. Эта тактика успешно защищала овцебыков от нападения волчьей стаи, но делала их особенно уязвимыми против копий и стрел первобытных охотников. По одной из версий, именно люди стали причиной исчезновения быков на севере Сибири. В течение нескольких лет ученые вели за новоселами наблюдение. Акклиматизация проходила непросто. Несколько животных погибли. Но все же основной состав выжил и стал давать потомство. Через пять лет овцебыков выпустили на волю, предоставив им обживать огромные территории. С тех пор прошло четверть века. Сегодня, по некоторым оценкам, на Таймыре четыре тысячи особей северного быка. Мы отправились в эту суровую страну, чтобы встретиться с потомками переселенных сюда животных. Это совершенно дикий мир, растянувшийся на тысячи километров. Сегодня 12 июля. В тундру уже пришло лето. Мы собираем рафт и отправляемся в путь по реке Таймыре, главной водной артерии полуострова. Нам предстоит проплыть от ее верховью до северного ледовитого океана 600 километров. В это время повсюду на реке кишмя кишат водоплавающие птицы. Это гуси-одногодки. Они сейчас линяют и поэтому не могут летать. Чувствуя свою уязвимость, они сбиваются в большие группы по несколько тысяч. Для большинства птиц сейчас пора насиживания яиц. Мы то и дело натыкались на гнезда. Самыми бесстрашными родителями оказались полярные крачки. Они отчаянно бросаются на всех, кто приближается к их гнездам. Эти маленькие птицы – рекордсмены по длине сезонных перелетов. Зиму они проводят на островах Антарктиды. То есть дважды в год совершают путь от одного полярного круга к другому. Еще бы им не заботиться о птенцах. А иначе здесь нельзя. Стоит ненадолго отлучиться, и твое потомство погубит чайка или поморник. Но сами чайки – очень заботливые матери. Лето в тундре удивительно по своей красоте. Сердце радуется. И так странно осознавать, что мы здесь одни. И все это существует независимо от нас. Не окажись мы здесь, цветы были бы так же прекрасны. Это как Эдем до сотворения человека. Все уже существует, но не имеет имени. И, кажется, нисколько в нем не нуждается. Мы плывем уже несколько дней. Но вокруг только птицы, цветы и еще комары. Оглядывая тундру, мы не замечали никаких признаков обитания здесь овцебыка. Не было даже оленей, которые летом поднимаются в эти места огромными стадами. А река, не обращая внимания на наше беспокойство, спокойно несла нас дальше. И за очередным ее изгибом мы увидели диких оленей. Их было великое множество. Очевидно, они никогда не видели человека. И наше присутствие их совершенно не смущало. Они то мирно паслись, то вдруг резко снимались с места и начинали двигаться по непредсказуемым маршрутам. Но все эти внутренние вихри были подчинены одному большому движению. Олени шли на север. Нам было с ними по пути. После первой встречи мы видели их постоянно. Где-то следом за стадами оленей шли тундровые волки. Но они нам на глаза не попадались. В отличие от их сородичей, песцов. Песцы роют свои норы в песчаных холмах рядом с рекой. Они часто приходили к нашим стоянкам, почуяв запах рыбы. Чем дальше мы плыли на север, тем сильнее чувствовалась близость холодного океана. Температура не поднималась выше шести градусов. Дул сильный ветер и часто шел дождь. Чтобы развести костер, мы собирали вдоль берега плавник. Иногда нам везло. Мы встречали старые стоянки охотников и разбирали их на дровах. На десятый день пути мы доплыли до места, где река впадает в озеро Таймыр. Недалеко от Устья, на мысе Саблера, нас ждала неожиданная встреча. Мы увидели людей. Здравствуйте! 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 и дорого. Поэтому смотрители базы были тоже очень удивлены и обрадованы встрече. Нас накормили шурпой из оленьего мяса. Подкрепившись, мы расспросили об овцебыках. Их здесь видели, но давно. Нам посоветовали искать ближе к горам Бырранги. С левой стороны будет стоять прямо на берегу вездехода, он черный, видно. И вот эта сторона до вездехода, она очень глубокая. Вот тут мы ее тоже подальше обойти, вот сюда, и вот где-то вот здесь, вот под этой горой встать хотим. На прощание нас предупредили быть осторожней на озере. Оно известно своими штормами и погубило немало людей. Поблагодарив гостеприимных хозяев, мы отправились дальше, пока погода стояла тихо. Спасибо, спасибо. Спасибо, пока. Но так просто пересечь озеро Таймыр не удалось. На следующее утро разыгрался шторм, который задержал нас на трое суток. Это время мы провели в поисках овцебыков. Увы, безрезультатно. Зато повсюду видели диких оленей и гнезда птиц. Субтитры создавал DimaTorzok Озеро Таймыр, второе по величине после Байкала озеро Сибири. Хотя, по сути, это сильно расширенный участок реки Верхней Таймыры. Бежала Сибиряка в незапамятные времена, да попала в большой прогиб земной коры и постепенно заполнила его до краев. Вода начала искать выход. В то время горы Берранга покрывал ледниковый щит, и она побежала на восток, где пробилась к выходу в Хатангский залив. Но как только древний ледник стал таять, открылась тектоническая трещина через горы Берранга. Воды из озера устремились по ней в Карское море, образовав реку Нижняя Таймыра. По ней мы и продолжили наше путешествие к океану. Местные жители Далганы дали этим горам выразительное имя – страна мертвых. И никогда не кочевали здесь со своими оленями. В этих горах, по им представлениям, находились души умерших. Глядя на голые скалы, действительно кажется, что земля эта совершенно безжизненна. И мы подумали, что здесь нам вряд ли удастся найти овцебыков. Но первые впечатления обманчивы. Именно здесь стали попадаться следы их присутствия. Этого погибшего бычка мы нашли в очень странном месте. На Таймыре, на поверхность, часто выходят залежи каменного угля. Здесь часто происходит самовозгорание. Овцебык, наверное, задохнулся в испарениях. Уголь горит, словно работает какая-то подземная кузница. Понятно, почему долганы считали эти края мистическими. Неподалеку мы обнаружили и то, что стало причиной появления каменного угля. Окаменелый остаток дерева. Этот небольшой фрагмент весит почти 10 килограммов. Триста миллионов лет назад на Таймыре шумели тропические леса. Мы прошли большую часть пути, но не встретили ни одного овцебыка. Наши надежды таяли с каждым днем. Но вот, вдалеке, наше внимание привлекла черная точка. Она медленно перемещалась. Вот он, тот, кого мы так долго искали. Почему же он один? Обычно эти животные ходят стадом. Но как хорош этот бык-отшельник. Настоящий странник северных пустын. Овцебык спокойно шагал по тундре. Но, заметив нас, стал рыть рогами землю. Верный признак агрессии. Еще бы ему не возмущаться. Он хозяин этих мест. Нас было больше. Оценив, что силы не равны, овцебык решил удалиться. Какие все-таки необычные существа. При беге бык напоминает лошадь, снаряженную для рыцарского турнира. Овцебык исчез из поля видимости. Он ушел в свой мир, наверное, несколько озадаченной встречей с людьми. Если подумать, ничего странного нет в том, что овцебыки облюбовали горы Бырранга. Морозы им не страшны, хотя средняя температура января здесь минус 33 градуса. Не боятся они и злых ветров, продувающих горные ущелья. Быки хорошо одеты для жизни в таких условиях. Здесь, под действием холода и ветра, снег становится прочным и не проваливается под их тяжестью. С наветренных склонов он, наоборот, сдувается и можно легко найти пищу. Анас река несла дальше. Пройдя хребет Бырранга, нижняя таймыра углубилась в каньон. Берега стали обрывистыми. Все сильнее ощущалось дыхание океана. Солнце уже не проглядывало из-за туч. Часто шел снег. И это середина августа. В сентябре здесь уже начнется настоящая зима. Изменения произошли не только в погоде. Растительность стала чахлой. Зато мхи и лишайники предстали во всей красе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Здесь мы были вынуждены закончить наше путешествие. До океана мы, увы, не доплыли. Нам пришлось сократить маршрут из-за остановок, потраченных на ожидание хорошей погоды. Последняя рыбалка на Шренке оказалась удачной и несколько подняла наше настроение. Сорок дней мы жили наедине с дикой природой. Пришло время прощаться с тайной. Мы не встретили стада северных быков. Хотя, по оценкам ученых, сейчас на полуострове 4000 животных. Если учесть его размеры, то, очевидно, такие встречи еще очень редки. Наверное, за 30 лет самостоятельной жизни овцебеки чувствуют себя в таймырской тундре, как дома. В общем-то, это и есть их дом. Они просто вернулись после долгого отсутствия. Не потеснят ли они других его обитателей? Не окажется ли их возвращение плачевным для природы? Покажет время. А пока северные быки продолжают осваивать новые земли, следуя законам природы, заложенным в их генах. Сегодня, когда популяция овцебыков на Таймыре окрепла и разрослась, ученые решили продолжить эксперимент. Расселить животных по другим местам российской Арктики. Первым таким регионом стала Якутия. Прежде чем отправиться на поиски животных, выпущенных в дикую природу, мы посетили самый северный зоопарк мира – Порто-Дойду, расположенный недалеко от Якутска. Аналогов создания зоопарков в таком суровом климате нет больше нигде. Но, как показывает опыт, и на севере можно содержать животных из разных уголков земли. Среди обитателей зоопарка овцебык – один из немногих, кому не нужно было привыкать к экстремальным природным условиям. Овцебыков в зоопарке трое. Бык Борька, наверное, один из самых буйных его обитателей. Он не позволяет счесывать укаживающим за ним людям старую шерсть не только с себя, но и со своей подруги Соскеланой. Так они и ходят в обносках. Свой характер он продемонстрировал и перед камерой. Кажется, такого серьезного зверя невозможно сделать покорным домашним животным. Однако в Якутии предприняли попытку приручить овцебыков. Программу по разведению северных быков финансирует компания «Алроса». Поэтому и питомники, где их выращивают, называются «живые алмазы Якутии». Первая такая ферма появилась в 160 километрах от города Мирный в поселке Кас-Юрях. Животные в вольерах разделены по возрасту, потому что старший бык не терпит молодых конкурентов. Как, впрочем, и всех, кто, как ему кажется, способен посягнуть на его гарем или задевает его честь. Рассерженный бык начинает мотать головой и долго готовится к разбегу. Если противник не отступает, бык переходит в армак. В республике с этими животными связывают большие надежды. В древние времена они служили пищей для арктических жителей, а шкуры использовали для жилищ, саней и спальных мешков. Шерсть овцебыков называется кивиут. Она в восемь раз теплее овечьей. Из кивиута делают очень теплую и легкую одежду. Недаром сегодня один килограмм шерсти овцебыка стоит 300 долларов. И все же мы хотели увидеть якутских овцебыков в дикой природе. Мы отправились в поселок Чокурдах, расположенный в низовьях реки Индигирки. В 60 километрах от него в 2000 году было выпущено 11 животных. Мы поселились в одном из заброшенных домиков на берегу Индигирки. Недалеко отсюда живут овцебыки. В этих местах всюду можно встретить остатки некогда активной промысловой жизни. Это и пасти, так называются капканы для песцов, и целые заброшенные рыбацкие деревни. От тех времен остались своеобразные холодильники для хранения рыбы. Их и сегодня используют приезжие рыбаки. Они представляют собой колодцы, вырытые в вечной мерзлоте. Наутро мы отправились на поиски овцебыков и довольно быстро нашли. Похоже, животные чувствуют себя как дома. Правда, им пришлось сменить рацион. Вдоль берегов в обилии растут заросли ивняка, которого не было на их родине, Таймыре. Но, кажется, ивняк пришелся быкам по вкусу. Понадобилось всего три года, чтобы животные дали первый приплод – пять телят. В Канаде и на Аляске спортивная охота на овцебыков давно является немаловажным источником дохода для многих арктических поселений. Когда поголовье овцебыка в Якутии возрастет, то и сюда смогут приезжать туристы-охотники. Возможно, тогда заброшенные поселки снова оживут, и люди смогут обеспечивать себя, не покидая родных мест. Сегодня в Якутии создается новая отрасль – овцебыководство. Еще в 1918 году известный канадский исследователь Арктики Вильямур Стефансон говорил, «Мы привыкли думать, что корова и овца являются наилучшими видами домашнего скота. И нам трудно поверить, что существует животное, которое в случае его приручения окажется более полезным. Я убежден, что в течение ближайшего столетия главным домашним животным в северной половине Канады и в северной Третьей Азии будет даже не олень, а овцебык». История возвращения овцебыка на север Евразии – один из немногих здравых поступков человека в отношении природы. Благодаря ему в российской Арктике появился еще один вид животных. Северные быки вернулись в те места, откуда много тысяч лет назад исчезли. Сегодня их история начинает новый виток, свидетелями которого мы являемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова